Гранд Шриман Бага в этом песне 7 глава 9 прохлада успокаивает Господа Расимху Деву. Текст 20. Дорогой Господь, все обитатели этого мира находятся во власти гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Каждый, начиная с великого Господа Брахма и кончая крошечным муравьем, действует под влиянием этих гун. Так твоя энергия воздействует на всех обитателей материального мира. Дело, которому они себя посвящают, место, где они трудятся, время и причина их деятельности, то, что они считают высшей целью жизни, а также путь к этой цели, суть не что иное, как проявление твоей энергии. А поскольку энергия не отлична от ее источника, все это проявление тебя самого. Комментарии в Божественной Милости Шри Шримад Ачеба Ксвиданте с вами Пропады. Человек может думать, что его защищают родители, правительство, какое-нибудь убежище или что-то еще. Однако на самом деле все происходит под влиянием различных энергий Верховной Личности Бога. Вся деятельность и на высших, и на средних, и на низших планетных системах осуществляется под надзором и по воле Верховного Господа. Кармана Дайва Нитрина Джан Тур Дего Папаттайе. Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, как сверхдуша, побуждает обусловленную душу совершать определенные действия в соответствии с его образом мысли. Образ мысли тоже создается Кришной, чтобы живое существо получило возможность действовать. В Бхагавадгите сказано «маташмритир кенам апоганамача». Каждый действует в соответствии с пониманием, которое дает ему сверхдуша. Все стремятся к разным целям и потому занимаются различной деятельностью, но при этом каждого направляет Верховная Личность Бога. Слова «Яшмин», «Ято», «Яархи», «Яна», «Чаяш», «Яшматат» указывают на то, что любое действие, кто бы его и где бы их не совершал, это лишь различные проявления Верховной Личности Бога. Индивидуальные души задумывают эти действия, но осуществляются они по милости Господа. Однако, хотя они не отличны от Бога, Господь велит «Сарват Харман Парит Яджамам Экам Шаранам Враджа», «Оставь все прочие обязанности и предайся мне». Если мы последуем этому указанию, то обретем истинное счастье. Пока мы идем на поводу у своих чувств, наша жизнь остается материальной, но когда мы, следуя указаниям Господа, начинаем заниматься истинной духовной деятельностью, мы поднимаемся на духовный уровень. Бхакти, преданное служение – это деятельность под непрестанным руководством Верховного Господа. В Нарда Панчаратре сказано Когда живое существо отказывается от всех материальных самоотождествлений, начиная действовать под непосредственным руководством Верховной Личности Бога, его духовная жизнь возрождается. Это называется «сварупена авастхити» – пребыванием в своем изначальном состоянии. Таково истинное понимание мукти – освобождение от материального рабства. Конец комментариев. Перевод стиха еще раз. Дорогой Господь, все обитатели этого мира находятся во власти гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Каждый, начиная с великого Господа Брахма и кончая крошечным муравьем, действует под влиянием этих гун. Так твоя энергия воздействует на всех обитателей этого мира. Дело, которому они себя посвящают, место, где они трудятся, время и причины их деятельности, то, что они считают высшей целью жизни, а также путь к этой цели – суть не что иное, как проявление твоей энергии. А поскольку энергия не отлична от ее источника, все это проявление тебя самого. Итак, мы же это обсуждали на прошлых тех лекциях, которые я давал. Что же такое самбанда, самбанда гиан? Когда живое свето начинает осознавать само действие, откуда оно исходит. И действие совершается непосредственно в трех гунах материальной природы. И мы с вами упоминали, как Капила объясняет своей матери, что предное служение может совершаться в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. И результаты такой деятельности все различные. Различные. Результаты деятельности в гуне невежества всегда оборачиваются против нас, против нас самих, сильными беспокойствами со стороны окружающих людей. Когда мы совершаем деятельность в гуне страсти, то это также оборачивается против нас, но в виде других проблем. Что за проблема? Что мы иногда радуемся, иногда горюем. В гуне невежества мы всегда горюем. В гуне благости мы получаем материальное счастье. И в гуне благости еще одно очень важное. Мы счастливы, потому что мы имеем знания. И в гуне благости, говорится, человек не руководствуется ложным эго. Это признаки знания. Как узнать, что человек в гуне благости, он не руководствуется ложным эго. И когда мы с вами говорили о признаках интеллектуальных личностей, как мы говорили, интеллигентный человек, интеллигент значит разум. И когда мы говорили о порядочности, то разница в этом только в том, что один человек использует ложное эго, а другой человек не использует ложное эго. То есть один человек знанием обладает, что такое самость, а другой не знает. И поэтому в результате этого человек может иметь очень развитый интеллект, иметь образование, аристократическое рождение, может иметь положение в обществе, все что угодно, но он руководствуется во всем чем? Ложным эго. Поэтому, когда мы говорили, что такое порядочный человек и что такое непорядочный человек, это означает человек руководствующийся ложным эго и человек не руководствующийся ложным эго. И поэтому, как победить ложное эго, в шастрах говорится, Кришна говорит, что же такое дхарма? Это не руководствуется ложным эго. Что такое адхарма? Ложное эго. Кришна объясняет, что когда религия приходит в упадок, я не скажу, саму потомок Бхараты, что же происходит? Что же такое религия в упадке? Религию переполняют книжники, разные люди интеллектуальные, снобы, очень успешные в материальном отношении личности. Но религия полностью лишается порядочных людей. Что значит порядочных людей? Религия лишается людей, которые не руководствуются чем? Ложным эго. Ложным эго. И Кришна говорит именно об этом, что религия предназначена для того, чтобы избавить живое существо от руководства ложного эго. И поэтому в религии дается чье руководство? Сознание Кришны? Бога. Руководство Бога. Руководство Бога называется Писание. Все, что помимо Писания, называется руководство ложного эго. Любую книжку, которая не сочетается с Писанием, поэтому в Шастрах говорится, что критиковать литературу, которая полностью соответствует Писаниям, это также оскорбление. Но принимать литературу, которая не соответствует Писаниям, эта вся литература учит, как руководствоваться чем? Ложным эго. Всякие Карнеги, Ницши, все эти философии, все, что мы берем, это то, что обучает живое существо руководствоваться ложным эго. Как хитрить, как обманывать, как выкручивать пользу, выгоду. Это кама, это выгода. Если мы возьмем капитал, то это как выгоду получить? Это кама, это камасика. Камасика. Не тамасика, а камасика. Есть как построить рай. Это мацурья, это зависть к полубогам. Как здесь на земле рай создать, как все, чтобы было хорошо. Эта литература относится к зависти, категории зависти. Мы говорим о том, как психология, как с людьми дипломатия. Это называется кутинати. Как, если вы испытываете к человеку оскорбительное настроение, как правильно с ним построить, чтобы не было конфликта, дипломатия и лицемерия. И поэтому существует много трудов по психологии, по этике, по культуре. Как не конфликтовать, как относиться к людям, которые нам не нравятся. И как же к ним относиться. Не конфликтовать, то есть, это называется кутинати. Произведение кутинати, то есть, поиски недостатков. Следующие, пратиштха. Пратиштха, это желание славы и желание положения. Поэтому нас учит менеджменту, тому, сему, пятому, десятому, как занять положение. И как получить славу, как прославиться. Нас раскручивают пиары, всякие имиджи и так далее, и так далее. Все это наука. Чему же наука учит? Как удовлетворить ложное эго? И чему же учит Писание? Как от него отказаться? И когда мы говорим порядочный человек, именно порядочный человек, мы говорим о том, что человек различает, что правильно, а что неправильно. Значит, он различает ложное эго и истинное эго. Это и называют порядочные люди. В общем-то, подразумевалось, что это и есть признаки интеллигентности, то есть разума. Признаки разума. И поэтому говорится, что у мужчин должно проявляться больше разума в этом отношении. Почему? Считается, что мужчины не обусловлены определенными телесными признаками. В частности, теми признаками, которые выражаются в плодовитости. Да, а что возможность рожать. Они не обусловлены этим признаком. И поэтому говорится, что мужчины несут огромную ответственность за то, что станут они руководствоваться ложным эго или нет. Станут ли они руководствоваться знанием или они станут руководствоваться ложным эго. Итак, когда мы говорим о том, что мы хотим построить духовную жизнь, то это означает, что мы хотим не руководствоваться ложным эго. И поэтому в шастрах говорится «вайтхи садана бхакти». Все начинается с «вайтхи садана бхакти». Что же такое «вайтхи»? Это руководство. Мы стремимся получить руководство, потому что если мы не имеем авторитета, то мы будем действовать под руководством здесь, прямо в этой деятельности. Как? Эгоистично. Мы будем действовать под руководством ложного эго. Что же делает ложное эго? Ложное эго использует этот процесс для вышеперечисленных. Выгода, зависть, слава, положение. Вы помните, да? И поклонение. Поклоняться. Мы хотим, чтобы нам поклонялись. Итак, шестой вид деятельности, о котором говорится в шастрах, что мы хотим скрыть нарушение принципов. Нарушение принципов. Что же за принципов? Принципов, описанных в Писаниях. Нарушение принципов, то есть запрещенный вид деятельности. Как Кришна говорит, нужно понять, что есть такое запрещенная деятельность, что есть деятельность и что есть бездействие. Итак, мы скрываем, благодаря всему этому, запрещенные виды деятельности. И какие же? И в шастрах говорится, что под влиянием ложного эго человек хочет казаться хорошим, но не хочет им что? Быть. Вот в чем разница между порядочными людьми и непорядочными людьми. Непорядочные люди хотят казаться порядочными, а порядочные что? Ими являются. Итак, два вида деятельности существуют. Скрытый вид деятельности, когда мы хотим внешне показывать, что мы преданные. Называется притворство или лицемерие. Мы всем показываем, что мы благородные, хорошие, добрые, отзывчивые. Но на самом деле мы очень скверные люди. И мы в течение всей жизни пытаемся пускать пыль в глаза. И говорится, бессмысленная трата времени, это означает, что человек потратил свою жизнь, как казаться. Святым, продвинутым, преданным, хорошим, благородным, как казаться. И в шастрах Кришна говорит, они совершают эту деятельность в 16 главе про демонов, но делают лишь это для виду. Итак, Кришна сразу показывает, что такое божественные натуры и что такое демонические натуры. Одни становятся такими, а другие что? Все это, то же самое делают, лишь для виду. Лишь для виду, не следуя внутренне никаким правилам и ограничениям, в шастрах говорится. То есть, все их правила и ограничения, лишь для виду. То есть, они действуют лишь внешне. И так пытаются завоевать что? Для чего? Конечно. Они хотят славу, положение, власть, желание контролировать, богатство, то, все, пятое, десятое. Все это делается лишь для виду. И поэтому в 16 главе Кришна объясняет Арджуне, в чем разница между порядочным человеком и непорядочным. Он говорит, перечисляет божественные качества, это порядочный человек. И причисляет демонически, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Он мой враг, я убрал его, и другие мои враги будут. Он объясняет, что такое порядочный человек и что такое непорядочный. Итак, мы с вами такой стишок, я вам читал. Любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Значит, кто такие непорядочные люди? Мещане. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Итак, мир разделен только на две категории людей. Заботящиеся о том, что связано с их ложным эгоистом, выстраивающие планы, то есть они находятся под влиянием гун материальной природы, и люди, которые слушаются Бога и попадают под влияние какой энергии? Духовной. Итак, две категории живых существ существуют. Одни действуют под влиянием йога-майи, а другие действуют под влиянием маха-майи. И определить, как действовать под тем или иным влиянием, должно само живое существо. И оно в этом отношении свободно, в выборе. Оно свободно выбрать, действовать под влиянием йога-майи или действовать под влиянием маха-майи. И Кришна говорит в Бхагавадгите, своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что этим выбором подписали себе смертный приговор. И каждый раз нам дают выбор, или вот служить с преданными, слушать то, сё, пятое, десятое, или выбрать, допустим, кармическую работу, детей, маму, папу, деду, бабу. И по своему выбору мы показываем, что мы непорядочные люди, мы негодяи. И Кришна говорит, своим выбором они продемонстрировали, вы предоставляете выбор человеку, и он демонстрирует, кто он. И Шила Прабхупада говорит, что практически всё определяется выбором, а за выбор отвечают, если вы помните, клеши. Их называют панчи-клеши, пять клеши. И в первую очередь на наш выбор действует первая клеша, которая называется невежество. Невежество. Его называют авиддя-клеши. В результате невежества что происходит? Человек руководствуется чем? Ложным эго. Тут же порождается следующий аспект. То есть он в своём выборе, он не знает, что нельзя руководствоваться ложным эго. Вот это невежество. И он сразу же руководствуется чем? Ложным эго. Называется асмит-клеши. Как только он начинает руководствоваться ложным эго, у него возникает, что благо-то истинное, оно материальное. Появляется что? Рага-клеши. Он тут же свой выбор делает в сторону материального благополучия. Тут же у него такое представление, что это благо является. Ковёр, седло и телевизор. Слава, почести и так далее. Как только он делает такой выбор, сразу возникает, кто помнит что? Двеши. Все, кто на это претендует и ему мешают в этом, становятся его врагами. Он считает, а все, кто ему помогает в этом, друзьями. Все, кто вам помогает зарабатывать деньги, вы теперь их будете боготворить. Все, кто помогает вам, свой эгоизм, всякие ваши дети, все, все, что вам предназначено для материального счастья, кто вам будет мешать в этом, будут ваши враги. Кто будет вам в этом помогать, будут ваши друзья. Всё. И следующее, говорится, возникает следующий аспект. Желания и привычки, Абхеневеша, принесённые из прошлой жизни. Что это означает, желания и привычки, принесённые из прошлой жизни? Это наша природа. То есть, наша карма. Желания и привычки, принесённые из прошлой жизни. Теперь мы свою карму заняли в служении кому? Ложному эго. Невежество. Невежество. И как вы думаете, природа невежества какая? Разрушать. И Кришна говорит, впереди тебя ждут теперь одни страдания и разочарования. И ты полностью потеряешь себя. Сон, иллюзия, забвение. Итак, когда мы говорим о порядочности и непорядочности, всё зависит от чего? От выбора. А выбор зависит от знания. От знания. Итак, когда мы говорим, что человек делает правильный выбор, мы говорим, он авторитетен, он не пользуется чем? Ложным эго. А как вы думаете, он в теле, ему хочется так действовать? Конечно. В чём же разница между «хочу» и «нельзя»? Знания. Мы хотим пальцы в розетку сувать. Хотим? Хотим. И иногда очень хочется сунуть пальцы в розетку. Хочется прыгнуть с крыши. Но у нас есть знание, что нас ударит током, мы переломаем себе ноги и так далее. Итак, есть какие-то вещи, которые мы точно знаем. И у нас поэтому даже сомнений не возникает. Мы точно убеждены, что даже если возникает такое желание, мы не должны так действовать. А почему же тогда возникает желание? Что это за странное желание? Прыгнуть с крыши и остаться живым. Вниз с головы. Это желание называется апхеневеша. Когда мы были птицами разными, всякими, мы летали. И все эти желания и привычки мы припёрлись с собой из прошлых жизней. И эти желания возникают как что? Как проявление реакции. Называется адхятма. И Вишванатах Чакравар Титхакур говорит, что Матхурия Кадамбини создана только для того, чтобы помочь людям понять, как избавиться от ложного эго. Как не руководствоваться ложным эго, а как руководствоваться чем? Матхурия Кадамбини. Как руководствоваться этим облаком нектара, облаком знания, которое проливает, и я рассказывал, как в источнике вечного наслаждения говорится, проливает дождь на засушенную, умирающую землю, умирающие растения. Знание, потому что это источник жизни. Всё остальное источник смерти. Невежество всегда связано с чем? Смерть. Смерть. А вечная жизнь, вечная жизнь это всегда знание. Знание. Поэтому Кришна говорит, эту науку я поведал некогда в прошлые времена Богу Солнца. Бог Солнца поведал её, что это оно вечно, оно идёт. Оно никогда, никогда не исчезало. Всегда оно существовало. И Кришна говорит, Арджуни, да уже мы столько раз с тобой встречались, столько раз я тебе всё это объяснял, и ты всё равно ни черта не помнишь. Столько раз я с незапамятных времён, мы уже прошлись с тобой через многие рождения и смерти, я всё тебе объяснял уже миллиарды раз. Никогда даже так не было, чтобы я тебе не объяснял, он говорит. Никогда так не было, чтобы они не знали, что их сейчас всех замочат. Каждый раз они делали такой неправильный выбор, и мы их мочили. Каждый раз они делали одно и то же, одно и то же. Он говорит, Арджуна, поверь мне. Я тебе дам знания о двух видах природы. Я дам тебе знания о материальной природе и о духовной природе. О своей обители и об этой обители. Я тебе объясню, потому что ты мой друг, Бхакта, и не завидуешь мне. Итак, Арджуна был очень интересной личностью. Он очистился от чего? Ты мой друг, Бхакта, и не завидуешь мне. Это говорится, да, что он был анардхи. Анардхи. Кришна говорит Арджуне, что ты можешь не руководствоваться чем? Ложным эго. То есть ты различаешь, где ложное эго, а где знания. И Арджуна, имея анардхи, начинает, он еще имеет анардхи, и он начинает руководствоваться знанием. Но во что это превращается? Он руководствуется этим, он ссылается мудрецов, он цитирует писание. Но на что это похоже? На очень странную деятельность. Значит, Арджуна обладает знанием или нет? Нет, не обладает. Его знание в гуне невежества и страсти. Потому что он руководствуется чем? В этом знании, ложным эго. Он руководствуется в этом знании ложным эго. И поэтому Кришна начинает ему объяснять, что нельзя руководствоваться ложным эго. Что сейчас усиливается ложное эго твое. Усилилось, почему? Потому что ты сейчас страдаешь. Страдаешь? И так мы с вами говорили, что ложное эго усиливается, когда человек получает благо, и когда человек получает страдание. Оно усиливается. Это означает, что он начинает действовать как? В невежество. И так, когда приходит успех, человек в невежество впадает. Как невежество проявляется? Как гордость. И когда к человеку приходят страдания и неуспех, то есть потери всякие, ложное эго опять усиливается. Оно как возникает? В виде скорби. Что человек разочаровывается в окружающих, в себе, во всем. И ведет это к чему? К бездействию. То есть он отказывается от исполнения своего долга. И Кришна говорит Арджуне, это не дает тебе права. Если ты увидишь какие-то недостатки, он говорит, это не дает тебе права не исполнять своего долга. Таково знание. Что это означает? Что нас охватывает ложное эго в успехе и охватывает ложное... Оно охватывает нас 24 часа в сутки. Но особо усиленным оно становится, когда мы получаем успех или поражение. Терпим поражение. Победу гордые, а поражение в печали. Печаль. Мы в печали, в скорби начинаем жить. Все это признаки чего? Что вот ложное эго так усиливается. И в шастрах Вишуна Чакра Вартиха Кур объясняет, все это результаты душ Критотхи. Что же такое душ Критотха? И он сразу начинает объяснять, потому что душ Критотха возникает из ложного эго. Что же такое? Возникает из деятельности под руководством ложного эго. Появляется карма. Значит, как выйти из круговорота рождения и смерти? Как выйти из подляния кармы? Не руководствоваться ложным эго. Все так просто. Все так просто. И Кришна говорит, не думай ни о победе, ни о поражении. Что значит не думай? Почему он говорит, не думай? Думает кто? Ум. Ум, мышление. И он говорит, ум твой нечист. Потому что в уме ты несешь. Абхиневешу. Что такое Абхиневеша? Привычки и желания с прошлых жизней. А желание-то какое у людей? Наслаждаться. Но когда они руководствуются ложным эго, они в итоге приходят к чему? К страданиям. Или, когда они хотят наслаждаться, они действуют безнравственно. И получают чувственное наслаждение. И гордиться начинают. Но все это превращается во что? В реакции. Точно так же в реакции. И так Кришна объясняет Арджуне, что не думая ни о победе, ни о поражении. И так ложное эго начинает проявляться в уме. И поэтому говорится, что первая трансформация ложного эго это наш ум. А ум что? Желает. Мыслит. И что делает? Ощущает. Таким образом и говорится, на вкус и на цвет. И на всякие желания товарища нет. Почему? Все по-разному действовали под руководством ложного эго. Но чем все объединены? Все это невежество. В чем разница между гноем и калом? В чем разница между серой и соблями? Все это нечистоты. Отбросы. И так мы находим, что у тебя такая карма, а у меня вот такая. У тебя столько серы, а у меня вот сколько гноя. Я лучше. А у меня вот сколько козявок. Нет. На самом деле все это испражнения разные. Нечистоты. И поэтому Вишанача Кравартидхакур говорит, человек должен хорошо понять Душкритотху. Что же такое Душкритотха? Результат нашей прошлой греховный. Результат. То есть мы сейчас можем действовать не греховно, а получить лишь результат. Что это такое? Страдания, которые нам будут причинять другие живые существа. Страдания, которые мы получаем из-за собственного тела, из-за ума. И страдания, которые мы будем получать от полубогов. Природы. Законы природы. Солнечная активность, у всех какие-то пятна появляются. То морду опалят, то еще что-нибудь, то руки у них скрючатся. То им холодно, то жарко, то еще что-то. То там геопатогенные зоны, то давление у них подпрыгнет, то еще. Это полубоги их терзают. То у них наводнение, то там протекло, там все. Это силы природы. Силы природы. То у них почка, то у них печень, то у них то, то все. Это что? Тело причиняет им беспокойство. Вечно они болеют все. Потом, что у них все время в голове? Меня не любят, меня то это все. Меня никто не ценит, кому это все надо? Паранойя какая-нибудь. В голове. И еще их постоянно в этом состоянии паранойи еще долбят другие. Вы представляете, какое горе на человека наваливается? И Кришна говорит, Все это наваливается на тебя, только из-за того, что ты все на чувствах построил. Дурачок, животное. Кришна говорит, что ты как животное это живешь, все на чувствах построил. А чувства все стекаются куда? В ум. Все стекаются чувства в ум. И ты пленник своего ума, значит пленник своего ложного эго. Врага. Истинный враг. И он говорит, это ложное эго. Желание независимости. Что такое желание независимости? Желание отделиться. От чего? От духовной энергии, истинного знания. Желание отделиться. И когда мы говорим атеизм, это сильное желание отделиться. Отделиться? Сильное желание отделиться от кого? От людей, от детей. От наставлений Кришны. От знания. И поэтому Кришна говорит, что сад чит ананда виграха. Я являюсь сад чит ананда виграха. Мы сад чит ананды, а он виграха. Как вы думаете, кто-нибудь астрологик когда-нибудь изучал, что такое грахи? Граха. Кто слышал хотя бы, что такое грахи? А что такое виграха? Дом. Ну, ты говоришь дом. А еще кто знает, что такое грахи? Есть кшетры, накшетры, грахи. Джьоти кшетры. Кто знает? Никто не знает. Астрологи-то у нас тут сидят же все великие. Там негатив, сам у них негатив. Там позитив. Вот я говорю, когда мы общаемся с теми, кто ничего не соображает, мы можем выглядеть и астрологами, и кем угодно. Но как только мы появляемся, как сказал Махарадж Рахугана, вернее Джедабарата Рахугани, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там никто и не выказал даже почтение. Что ты тут среди этих глупцов там, астрологом прикинулся или кем-то? Доведись тебе просто даже попасть туда, где кто-то что-то соображает. Ты будешь их считать врагами сразу. Ну что, они, падла, соображают, что я кто. Итак, Кришна объясняет эти все вещи Арджоне, что что ты на чувствах все построил, дурачок? Все строить на чувствах, а не на знания. Это означает быть в что? В мае. В мае. Потому что мая действует на чувства живого существа. А в чувствах, что он говорит? Как змей вожделения. Таким образом, твое вожделение не удовлетворено. Похоть. Таким образом, откуда такие все печальные физиономии, вечные скорби и страдания? От неудовлетворенного вожделения. От неудовлетворенного вожделения. Все эти обиды, сокрушения, страдания, переживания, опасения и так далее. Потому что хотел-то как что? А знание-то? Опять, хотел. А откуда такое хотел? Это что? Это желание. Откуда это там всплыло? Я так хотел. Что-что? Из прошлой жизни. Было желание быть два метра ростом царем. А теперь, скольким ростом? И кто по должности? Шумасшедший. И когда есть желание быть два метра ростом царем, а ты шумасшедший и маленький лилипут, какое состояние? Что такое? Что? Почему? Кто там сидит неправильно говорит? Итак, человек, не постигший, что такое обхиневешие, он никогда не сообразит, какая у него варна, что, куда, чего. Потому что амбиции у него вот этих желаний от ложника. Сколько? Мульон. Он думает, я такой, да? Я такой. И когда он не такой оказался, и ему какой-то продвинутый человек говорит, да ты что? Что ты? Да видись тебе попасть в общество, вот ты сейчас попал. И что ты? И Рахугана начинает слушать Джада Барату. И Джада Барата его... И он видит, что он кто? Старый дурак. Не больше. И не меньше. Который что-то о себе возомнил. Что-то о себе возомнил. Под влиянием чего? Ложного эго. То есть невежество. Невежество. Что-то о себе возомнил из-за влияния ложного эго в невежестве. И Джада Барата сострадает Рахугане. Почему? Потому что он понимает, что если он не получит знания, то впереди его что ждет? Одни проблемы. Одни проблемы. Мы же как воспринимаем, когда нам указывают на ложное эго? Вы помните, я объяснял, что мы змеи и скорпионы. И в шастрах говорится, змее указывать на что-то, это давать добрые советы, только ее что? Злить. И поэтому змея, она связана так же. Это вот эгоизм. И говорится, трое врат ведут. И помните, животные. Змея, свинья и кто? Курица. Сладострастие и беспечность. Это курица. Свинья это что? Невежество. А змея? Нет. И они настолько взаимосвязаны, что Кришна говорит, трое врат ведут ад. Адага переводится, как вот прямо в Бхагавадгиде пословный вперед, вниз. То есть, не возвышает человека, а что? Опускает его. Итак, сила высоких идей и есть сила каких? Низких. Низких. И мы говорим, низкий человек. То есть, указывает, что он какой? А он может быть, внешне казаться нам каким? Супер просто. Все атрибуты, все регалии, все цитирует, все говорит, все-то. Внешне говорит, нет, 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 а там козь не чинит. Да, да вы что вы, что вы? Весь интеллигентный, ну прямо куда деваться? А по сути, и в Библии там есть даже такое выражение. И придут они к вам в овечьих шкурах. Овца чем особо отличается? Она что? О! О, и придут они к вам в овечьих шкурах. Но волки они. Волки. Итак, ложное смирение это все, ложное сострадание, ложная забота, они хотят казаться святыми, но не хотят быть. И поэтому в шастрах объясняется, что люди действуют по-разному. Очень по-разному. Итак, следующее, что описывает Вишнанадча Кравартик Хакур, он говорит, душ кретотха это первое, в которой будет проявляться ложное эго, и нужно его различить. Почему я скорблю из-за своей прошлой греховной деятельности? Почему я все делаю правильно, а у меня не возникает сильного желания служить Кришне? Я все, садхану соблюдаю, то-се. Почему мой ум все равно испытывает вожделение, зависть, похоть и все остальное? Потому что в уме что? Душ кретотха. Почему у меня все равно язва, кишечник не работает, я все правильно ем, все делаю? Потому что это результат чего? Душ кретотхи. Итак, ум и тело в результате душ кретотхи. Даже если мы все будем правильно делать, ум все равно будет такой оскверненный, и тело будет болеть, потому что это результат чего? Душ кретотхи. Прошлой эгоистической деятельности, то есть греховной. Если мы будем правильно всем объяснять, все правильно говорить, все делать, а нас все равно будет кто-то критиковать, кто-то будет нас бить, кто-то на нас будет нападать, другие люди, живые существа, всякие разные. Это результат чего? Душ кретотхи. Вот почему Кришна говорит, в радости и в горе успокойся, не реагируй на это. Потому что это результат твоей душ кретотхи, горе. Итак, Кришна говорит Арджуне, нужно научиться, то есть получить знания, действовать так, чтобы это не беспокоило. И Вишванат Чакравархи Тхакур описывает эти все уровни эгоизма. Он говорит, уцехамай, ганат, там это, как там следующее это, уцехамай, потом, как? Садхусанга, ну понятно. Ну что, моя? Уцехамай вторая какая? Ганатарала, потом, что у нас там где-то? Виютха Викальпа, потом. Что? Вишая Сагара, да? Ниямакшама. А потом? Тарангарангини. Шесть уровней. Это что за шесть уровней? Садхусанга. Санскрит он такой, вот запутаешься в нем. Это означает, что человек реагирует на что? На Душкритотху и Сукритотху. Он реагирует на это все. Он не знает, что причиной того, что с ним происходит, является его прошлая греховная деятельность. Греховная деятельность. Вот почему он ведет ожесточенную борьбу с шестью чувствами умом в итоге. Ожесточенную битву начинает вести. И он объявляет войну Майи. А Майя где? Конечно. Конечно же. А мы объявляем войну кому? Да, другим. Он говорит, не беспокойся. Успокойся ты. Не беспокойся. Итак, человек, когда он очищается, успокаивается ум, он начинает видеть в спокойном состоянии свои анардхи. Таким образом, не достигнув спокойствия ума, человек не способен войти в следующий этап. И приводится в читании Чиритамлити на основе этого пример очищения храма Гундича. Что сначала видимую грязь надо было убрать, реальную присутствующую, а потом перейти к невидимой грязи. Какой? К утенате. Желание критиковать и поиски недостатков других. То есть рассматривать людей через плохие качества. И строить отношения не через их хорошие качества с ними общаться, а через их плохие качества. Желание критиковать и желание... Вот у нас есть одна мадам, она все время сплетничает, все время сплетничает, критикует. А вроде хороший человек. Ее глаз всегда зафиксирован на этих вещах. Это называется кутенате. И мы должны себе все время ловить себя на этом. Но поймать себя можно только в каком состоянии ума? Спокойно. Когда внешняя грязь убрана. Потому что когда все вот так, вы какую-то там тонкую даже и не найдете. Анархии никто не найдет, потому что предшествующие нужно убрать. Такой бардак. Предшествующие нужно убрать. Как вы найдете там пыль, когда тут везде грязи куча в сердце. Итак, следующее называется пратиштха. Что же такое пратиштха? Желание славы и положения, гордость. Что я такой. Я достоин более высокого. Я достоин лучшего отношения к себе. И что? Положение, должность менять. Что я буду как этот там. Полы мыть ходить я буду. Я так сказать юрист. Это пратиштха. И рассмотреть ее можно только в спокойном состоянии ума. Я президент. Это пратиштха. Пратиштха. Как вы думаете, на что толкает это все? Если это продукты ложного эго, скрытые, тонкие. Вы представляете, они толкают на погибель нас. Кому будет плохо? Нам и всем окружающим из-за нас. Следующее, говорится. Тонкие проблемы. Называется джива химса. Гнев и зависть. Когда нас не удовлетворяют. И когда мы что? Завидуем. Завидуем. Зависть достаточно понятное чувство. Мы завидуем, что кто-то что-то имеет. А чему мы завидуем? Что кто-то наслаждается больше нас. Завидуем чувственным наслаждением других. Вот у них сапоги такие, вот такие ботинки, такая машина. Вот их все любят. Мы завидуем. И в двух вещах выражается зависть. Либо мы хотим это все получить. Либо когда видим, что не можем этого получить. Начинаем, что? Конечно, вероломство проявлять по отношению к этим людям. Вероломство. Зависть. И следующий вид анархии называется кама. Выгода. Что значит выгода? Что если нас удовлетворять, если мы знаем, что в будущем, тогда мы готовы действовать. Но если мы знаем, что в будущем нас не удовлетворят, мы действовать что? Не будем. Это называется кама. Выгода. Вот почему гопи в Шикшаш таки, Господь читает, они полностью лишены этих проблем. Положение, слава, ничего не хотят. Чисты. И следующая проблема называется пуджа. Пуджа означает поклонение. Вот такое желание быть авторитетом духовным. Чтобы тебе что делали? Что такое поклонение? Считали тебя кем? Авторитетом. Авторитетом. Что все, что ты теперь говоришь, оно так или иначе связано с Богом. Что все твои слова и слова Бога. То есть Бог говорит через тебя. И поэтому к тебе нужно относиться теперь как к кому? Ты представитель. Представитель Бога. Желание быть куратором. Не желание найти куратора, а желание им быть. И чтобы к тебе относились как к Хвартману-гуру, как к Шикшу-гуру или как к Дикшу-гуру. Почитали тебя, поклонялись тебе. Итак, в первом случае желание положения для того, чтобы контролировать. А тут чтобы что? Принимать пуджу. Принимать пуджу. Подношение всевозможное. Итак, человек, пуджа это санскритское слово. Подношение это тоже. Всякие подарки. Знаете, как у ребенка пуджа проявляется в день рождения? Знаете? Вот я объяснял это совсем недавно. Или у нас день рождения пуджа проявляется. Когда мы что-то хорошее сделали, мы хотим к себе теперь какого? Особого уважения. Родители хотят, чтобы дети им совершали что? Пуджу. Несомненно. Чего ты меня не почитаешь? Ему что, родителю должность нужна что ли? Слава нужна? Нет, пуджа нужна. Пуджа. И не получая этой пуджи, они начинают детей канать. Канать. А, не помогаешь, вот не приезжаешь, а вот ничего не убираешься. Пуджу требуют? Чтобы вы предлагали им пуджу. Денег не даете, то, сё, пятое, десятое. И люди отталкивают. Отталкивают такие люди. Почему? Человек руководствуется этими качествами, и он что? Отталкивает. Каких людей? И тех, и других. И плохих это отталкивает, а хороших тем более. Это отталкивает. Итак, человек, когда руководствуется такими вещами, он в первую очередь отталкивает и тех, и других. Но отталкивает как? Порядочные. Что они? Нет, ну промолча. Они не идут на это, что он им предлагает. А непорядочные, они что? Попадают под его зависимость. Каким образом? Потому что, чтобы их привлечь, нужно удовлетворить их чувства. А в этих чувствах что? Вожделение. Нужно удовлетворять их вожделение. И тогда они будут идти. Идти? А порядочный человек на это что? Не согласится. Не согласится. И Прупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Таким образом, люди ради удовлетворения своих чувств выбирают порядочных людей или непорядочных. И поэтому Прупада говорит, нельзя шудрам всяким, женщинам, едвиджи-банду позволять участвовать в выборе авторитета. Нельзя. Потому что они все будут выбирать только того, кто будет удовлетворять их чувства. А не дать, что? Знание. Знание удовлетворять чувства Кришны. Кто будет удовлетворять их чувства, тот станет их авторитетом. И здесь в этом стихе описывается, что гуны определяют цель, поведение, место, мысли, желания. И все это называется как? Варна. Все это называется варна. А как избавиться от ложного эго? Через ашером. Итак, человек сначала должен определить варну. Как варна определяется? Кто знает? Ну как? Вот что такое варна? Да. Это качества, которые врожденные. Врожденные качества в человеке должны быть. Как вы думаете, что за качества врожденные должны быть в человеке? Вот как мы можем определить варну? Вот многие тут за сабли хватаются, там за то, за сё. А не к шатри? Где-нибудь вы видели, что тот, кто ходит с оружием или хватается за оружие, он к шатре? Нет, в шастрах прямо в Бхагавадгите описывается, кто к шатре. Не по оружию их определяют, не по мускулам. Защищают. Там прямо так написано, он всех защищает. Что написано в Бхагавадгите про к шатре? Как определить к шатре? Защищает. Нету там такого слова защищает. Нету ни одного слова защищает. Что вы думаете? В Бхагавадгите что написано? Ну что-то там написано, это же не к нам относится. Мы только про брахманов знаем. Ну-ка скажи, что про брахманы как определяются. Ну скажи, а кого помнишь? Физический труд и служение другим? Ну кто помнит? Брахманы, кшатри, ващи, шудры. Да нет, там говорится, умиротворение в первую очередь. Чистота, милосердие, правдивость, эскетизм. Это вообще признаки религии для всех. Как Садху Санга. Да что там? Ну-ка. Ты же у нас ученый. Да хоть про кого? Про всех четырех вар. Какие должны быть врожденные? Врожденные. Карма. Умиротворение, чистота. Умиротворение, чистота. Мудрость и религиозность, короче. Ну понятно, понятно. А у кшатри? Героизм. А что такое героизм и смелость? В чем разница между героизмом и смелостью? Отвагой. Вот почему отвага, смелость, героизм, разные слова. Что же там же говорится? Храбрость там говорится. Храбрость первая. Качество кшатри. Потом второе качество. Отвага где? В бою. Дальше что говорится? Умение руководить. А не управлять. Руководить. Умение руководить. Следующее что говорится? Благородство. Благородство. Это означает он, благородство, это означает он руководствуется чем? Благими намерениями. В чем? Вот что же является? Вот все же руководствуются благими намерениями. Я хотел как лучше. Всегда же говорят. Что спишь? Хочу как лучше. Что же такое благородство? Он хочет благо кому? Другим. И он знает в чем благо. Он знает. Поэтому кшатри они следили за чем? За тхармой. Тхарма. А тхарма возникала из какого? Из варны или из ашрама? Тхарма. Из ашрама. Поэтому когда правильно была занята варна, это называлось тхармой. Варна, ашрама, тхарма. Это становилось тхармой. Когда правильно занята варна и определена варна. Когда в человеке есть врожденные качества. И говорится в век кали калауста шудра самбавам. Все в основном склонны к физическому труду и к служению другим. Служение другим. Что это означает? Физический труд и служение другим. И там через запятую. Значит, либо вы будете служить другим физически. Или себе, или другим физически. Либо будете хоть интеллектуально, хоть духовно. Но служить кому? Другим. Высшим сословием. То есть сословием коммерсантов и торговцев будете служить. Либо будете служить воинам. Либо будете служить кому? Брауном. Но не будете служить кому? Только высшим сословием. Высшим варном. Будете всегда наемниками. Наемниками. Это шудра. Итак, шастрах объясняется, что человек должен очень хорошо осознать, в каком положении он находится. В основном это должен делать гуру. И гуру в соответствии с этим занимает человека. Почему это делает гуру? Варну определяет. И ашрам. Почему сам не может? Правильно. Из-за ложного эго каждый хочет выглядеть как кто? Как браман и кшатри. И тогда я рассказывал вам, хочет иметь что? Слушайте. Он хочет иметь что? Уважение брамана, власть кшатрия и чувственное наслаждение, естественно, кшатрия. Что у брамана там мало чего. Хочет иметь богатство вайши, а ответственность? Вот почему сам человек определить варну, что не в состоянии. Это делает только тот, кто наблюдает за ним. Наблюдает гуру. Гуру смотрит и видит. Что это за человек? Сколько в нем ответственности брамана? Сколько в нем ответственности кшатрия? Сколько в нем ответственности вайши? Или сколько у него физической силы? Ответственность. Таким образом, говорится, что во всем проявляется, гуру смотрит, через какую призму? Ответственности. Ответственность. Поэтому говорится, что со временем человеку дают ответственное поручение. И по тому, как он его исполняет, можно легко определить, кто он поварни. И сколько в нем ложного эго. То есть, иллюзии. Иллюзия действует через ложное. То есть, он думает о себе так, кем он не является. Вот почему человек сам определить свою варну не способен. А значит и не способен войти в правильный ашрам. А значит и не способен выполнять дхарму. Он будет чужое делать как? Хорошо. Как? Внешне. Чем внутренне, не очень хорошо может быть внешне. Но внутренне. Хоть плохо, но внутренне. То есть, такой, какой есть. Такой, какой есть. И Кришна говорит, лучше свои выполнять обязанности, пусть даже не очень совершенным образом, чем чужие совершенным как? Внешне. Внешне. И поэтому мы натыкаемся на людей, что они ведут себя внешне-то как кшатри, а внутренне как кто? Шудры. Или маминкины сынки. Вот откуда в Бхагавадгите Кришна говорит Арджоне, что ты Анария, и что ты Шудра, а потом его называют Каунтая. Маминкин сынок. А амбиции у тебя? Жен много иметь охота, да? Положение, власть. То есть, иметь власть, как у кшатрия, и чувственное наслаждение. То есть, они там говорят, вот кшатриям разрешался незаконный секс, там, пить вино, мясо есть и убивать. Значит, на что они клюют? На чувственное наслаждение. То есть, их интересует виноград и куча женщин. Мерседейсы там. А ответственность, отвага в бою, умение руководить, храбрость. Благородство. Есть? Нету. Абсолютно нету. И это сразу же показывает, что? Война. Битва показывает. Битва. И поэтому, говорится, что Джайдратха был очень большим воином. Но он убил Абхиманию. Подло. Что говорило о том, что он кто? Не кшатрия. И поэтому Кришна сказал Арджуне. Ты кшатрия, ты должен защищать религиозные принципы. А они под видом религиозных принципов защищают что? Чувственные наслаждения. Конечно. Ложное эго. Ложное эго они защищают. Они обороняют не душу. Они обороняются не за тхарму. А за что? За тхарму. Чтобы действовать по собственной прихоти. Они хотят восстановить свою власть, а не власть Бога. Демоническую власть хотят восстановить, а не власть Бога. И поэтому они все гении. И во главе их стоит гений политики. Гений. Вы никогда его в политике не превзойдете. И гений в чем? В дипломатии. Гениальный. То есть вам там с ними тягаться в политике и в дипломатии. Как с кем разговаривать, чтобы не попортить отношения вообще без... Короче, отдыхай ты что. Арджуна, отдыхай. Накула, отдыхай. Юдхишхира, отдыхай. Там гений политики и дипломатии. Вам никогда не перехитрить их. Никогда. Единственное, как вы можете с ними сразиться. Если будете следовать моим советам. Итак. Сразу было определено. Что предные, они слабы в политике и в дипломатии. Они не гении. Всякие козни чинить, предлагать что-то, чтобы укончить. Они не могут такого действия. У них даже ум, что? Так не работает. Ум так не работает. Не работает ум даже так. Но Кришна стал объяснять Арджуне эти вещи. Для чего? Для чего? Чтобы он не сомневался, что их надо... Да. Чтобы он не слепо принял, что они должны быть уничтожены. А понял их природу. Понял, почему Кришна-то хочет, чтобы их уничтожили. Для кого благо? Что? Почему так действует? И что для них это будет так же, чем благом. Арджуна-то рассматривал, что Кришна, может быть, хочет благо только нам, Пандау? Нет. А Кришна стал объяснять Арджуне все это. Что это и для них будет благо. Если на самом деле ты для них благо хочешь, ты должен убить их. Убить. И он начинает объяснять, что по моему замыслу они уже все мертвы, потому что они недостойные личности. Это лишь дело чего? Времени. Они уже действуют недостойно. И поэтому первый стих Бхагавадгита там уже говорится, что Дритараштра даже он знал, что его сыновья подонки. Хоть они и были гениальны, дипломатичны, политичны, все там здорово так делали, ибо все у них было. Он знал, что они подонки. Он знал, что Апандавы от рождения благочестивые. И он понимал, что святое место повлияет на исход событий. Но все равно из-за своей слепоты он думал, авось пролезет. И поэтому он вопрошает Санджая. Он надеется на авось. А авось есть? Нету. Нету. Нету никакого авося. Итак, Вишнанача Кровархи Токур дальше объясняет. Как проявляется ложное эго? В сукритотхе он говорит. Сукритотха. Что такое сукритотха? Результаты благочестивой деятельности. Как они проявляются? Мы начинаем свысока смотреть на тех, кто имеет более худшее образование. У кого не такое аристократическое рождение. Кто не так образован и так далее. Мы начинаем смотреть. И начинаем думать, что все, что мы это получили, должно быть использовано. Где опять? В ложном служении. То есть, мы должны удовлетворить все теперь свои потребности через это знание, красоту, образование, через то, через все. Что это принадлежит нам по праву, и мы должны это использовать для своих чувств. И так человек в сукритотху впадает. Из-за чего опять? Ложное эго. Ложное эго. И ничего другого. И Кришна говорит, будешь руководствоваться ложным эго, потеряешь себя. Станешь руководствоваться моим сознанием. Итак, весь вопрос руководства. Следующий он говорит. Оскорбление. Аппарат Ходха. Мишнадачик Кравартиф Токур говорит. Откуда оскорбление исходит? Из-за ложного эго. Как узнать, что у меня сильное ложное эго? У меня в уме появляются оскорбительные отношения. К тем, кто причиняет мне беспокойство. Тот, кто мне мешает достигнуть славы. Вот и так далее. Как увидеть признаки ложного эго? Я скорблю, я горжусь, я оскорбительно чувствую, ощущение в уме оскорбительное. Я кому-то испытываю, когда мне скажут о чем-то. Я сразу ощущаю это. Сразу же мы ощущаем это. Ложное эго. Мы просто привыкли его ощущать. И не обращаем на это. Мы невнимательны. Невнимательны. Мы тут же начинаем обижаться. То есть, все это. Гнев, обида, желание отомстить, все эти несправедливости, что с нами кто-то не так поступил. Все это проявление чего? Ложного эго. Именно и Павпады говорит, когда человек избавляется от ложного эго, он становится очень дорог Кришне. И Кришна лично о нем заботится. Но только тогда, когда он что? Избавляется. Что значит избавляется? Не руководствуется. И сначала он начинает не руководствоваться внешне. Для чего? Чтобы теперь больше не руководствоваться, как внутренне. Что значит? Не идти на поводу своих ощущений, желаний. И что? Мнений своих. Мышление выражается в мнении. Своей логикой. И Павпады говорит, человек должен обратиться к логике писаний. И в логике писания говорится, ударили по правой, а он какой логикой начинает пользоваться? И так, все логикой. И эти люди, все с языка у них слетает эта логика. Здесь там не любят старых, здесь там то-се, здесь вот так. Человек под влиянием ложного эго начинает болтать. Потому что ум трансформируется во что? В язык. Через язык, посредством желудка он связывается с чем? С гениталиями. И так человек должен отказаться от руководства ложного эго. Потому что есть только две вещи. Руководствоваться ложным эго и руководствоваться истиной. Сознанием Кришны. Только эти две. Ложное эго это значит для своих чувств. А отказаться значит для чувств. И здесь вот стих Парупада пишет. Хриши Кеша, Хриши Кеша. Кто такой Хриши Кеша? Повелитель чувств. Для повелителя чувств. Хриши Кеша. То есть удовлетворять чувства Кришны. И тогда живое существо достигает, возвышаться начинает. Так вот, когда мы говорили, что люди готовы были погибнуть ради какой-то морали. Это означает, что они хотели удовлетворить кого? Бога. Поэтому они не шли на какую-то гадость. Потому что ими был бы доволен кто? Бог. Ни дети, ни мама, ни папа, никто. Потому что они не Хриши Кеши. Они не Хриши Кеши, ваши дети, ваши жены. И здесь Парупада пишет. Человек может думать, что его защищают родители, правительство, какое-нибудь убежище или что-то еще. Однако на самом деле все происходит под влиянием различных энергий Верховного Господа. Которые действуют через что? Через ум. Через ум. Вот почему говорится, что ложное эго трансформируется в материальный ум. Который не может понять. Потому что знания нет, понимания нет. Сначала нужно быть понимание, потом знание. А потом человек может переправиться через океан мирского бытия. Что из океан мирского бытия? Его будут беспокоить другие живые существа. Он нормально перейдет через это. У него будет куча болезней в уме и в теле. Он нормально это преодолеет. И все эти законы природы материальной. Он нормально преодолеет их. И переплывет этот океан. Переплывет. Потому что все это рождается. Из какого восприятия? Из чувственных. Сентименталисты. И поэтому сентименталист не должен быть кем? В шастрах говорится. Гуру. То есть он не может никого учить. И не должен. Сентименталист ни в коем случае не должен кого-то обучать. Ни детей, никого. Потому что человек находится на каком уровне? Чувственном. И все, что он говорит, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приводит, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Общаться это две вещи. Давать ему и брать от него. Таким образом, давать ему надо. А не что? А кто такой гуру? Это тот, кто что? Дает. Дадатисуапа дантикам. Он дает. Он дающий. А мы кто? Берущие. Почему мы берущие? Потому что мы сентименталисты. А почему он дает? Потому что он в знании. И Кришна говорит, что бы кому ни давал человек, он получает это лишь от кого? От меня. Но что он получает, зависит от того, руководствуется он ложным эго или нет? Или нет? Итак, вот сейчас я поднял этот нектар предности, и там говорится, что единственное, по какой причине человек может очистить сердце, единственное, как вы думаете, вот 9 процессов есть преданного служения, Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасевая, Марчанова, какой, как вы думаете, очищает сердце? А? Какое? Конечно, слушание. Слушание. И человек, если не слушает, его сердце не очищается. Даже если он что делает? Воспевает что-то, там что-то делает. Он должен слушаться. Слушать должен. Да? Слышание в слушание, слушание в послушание. А послушание в служение. Все. Шраванам самый важный. И поэтому Махарадж Парикшит идет куда? Слушать. Он идет слушать. Он не идет воспевать. Он идет слушать и задавать вопросы. Слушать и задавать вопросы. Слушать и задавать вопросы. Ишила Парупада описывает три стадии. Он говорит, когда человек слушает, он постигает 60%. Когда он обсуждает с кем-то это, он постигает 80%. А когда он обучает, он постигает 90% сам. И он говорит, но самый высший способ, это обсуждать между теми, кто обучает. Тогда можно 100%. Тогда 100% можно постигнуть. Обсуждать с теми, кто обучает. Итак, мы думаем, ага, надо значит сразу что делать? Обучать. Нет. Потому что на 70% слушания можно навернуть еще 10% обсуждения. А на 10% обсуждения, когда реализовали это, наслушались и обсудили, тогда можно положить 10% чего? Реализации еще добавить себе. Обучая тому, что мы... А, и там еще. Вот этот процесс обсуждения, Парупадок, самое важное, это забыл сказать. Процесс обсуждения, он должен привести к собственной деятельности. И когда процесс обсуждения привел вас к деятельности, вы начинаете... То есть, получили, вы можете только тогда начать обучать. И тогда вы, обучая, реализовываете это полностью. То есть, вы реализовали в своей жизни, теперь учите других и сразу сами еще больше продвигаетесь. Когда вы реализовали в себе, потому что остается 10%, потому что вы эту реализацию никому что не отдали. Поэтому эти 10% остаются проблем. И когда вы свою реализацию передаете, реализацию какую? Правильную. На основе этих писаний подтвержден. И вы реализовали сами. Вы начинаете это передавать, и тогда вы эти 10% тоже реализуете. Все, полная реализация появляется. Полная реализация. Итак, Парупада объясняет, что ложное эго не позволяет нам... Есть такой стих в Бхагавадгите. Манману Бхавамад Бхагтон Мадья Джимам Намас Куру. Что это такое? Что там о чем? Перевод-то. Думай обо мне, стань моим предным, падай передо мной, ниц и так далее. И Парупада в комментарии описывает, что думать о Кришне нам не позволяет ложное эго. Вот и все. Вот и все. И иной причины не существует. Вот почему Парупада говорит. Ахимса и я не тело. Потому что телом мы себя отожисляем только посредством чего? Ложного эго. Ложного эго. И поэтому все, что мы делаем из-за ложного эго, вываливается на наше тело. Какое? Грубое? Тонкое. В виде чего? Счастье и несчастье. В виде счастья материального и несчастья материального. И тогда духовная сфера остается нами даже вообще непонятая. Несчастье это страх, а счастье это выгода. Выгода. И поэтому, говорится, живое существо на материальной платформе действует только из двух побуждений. Из страха и из выгоды. Потому что оно боится несчастья. И всегда действует только тогда, когда впереди ему сулит что? Счастье. Потому что действовать, если сулит несчастье, оно не будет. Почему же тогда Кришна говорит, если ты будешь руководствоваться ложным эго, впереди тебя ждут страдания и несчастья, мы, значит, просто не имеем веры в словах Кришны. Вот почему и называется. Каништхи, Матхиамы и Утамы. У нас мало веры в слова Кришны. Что нельзя руководствоваться ложным эго? Потому что впереди за это ждут одни страдания. И живое существо глупое, по невежеству, не доверяя Богу. Почему? Вы заметили, да, в Библии говорится, где вера ваша, где вера ваша. В чем же была вера-то? Что люди все это слышали, говорили, даже других обучали этому. Все как говорить и требовать. Но они сами руководствовались чем? Ложным эго. Руководствовались. И поэтому, когда мы говорим, в чем положение духовного учителя, кто такой гуру и так далее. Это очень важный тест. Выбор гуру. Там везде, если вы прочитаете все основное, что по поводу обязанностей ученика, обязанностей духовного учителя, там имеется в виду, что гуру – этот человек, который никогда не должен руководствоваться чем? Ложным эго. Даже если оно у него что? Есть. Потому что, как узнать, что ложное эго есть? Возникают все эти проблемы? Но он ими что? Он не идет на поводу этих врагов. Он не подчиняется гневу, не подчиняется похоти. Она есть, но он ей просто что? Не подчиняется. Он не хочет из-за этого действовать и не действует. И поэтому, говорится, он контролирует побуждение гнева, языка, желудка и гениталию. Он контролирует эту вещь. Чем? Ирупа Госвами говорит – преданным служением. Что значит является служением? Не идти на поводу. То есть, действовать не под руководством ложного эго, а действовать под руководством наставлений Кришны. Это гуру. Таким образом, чем он руководствуется и чем он контролирует все это? Деятельностью. Деятельностью. Если мы возьмем любое религиозное писание, там предлагают нам действовать так. Ударили по правой. А мы скажем, что у нас нет возможности. Есть у нас возможность? А почему мы думаем, что нет возможности? Под влиянием чего? Ложного эго. Таким образом, влияние. Мы попадаем под влияние. И пограничное живое существо, которое мы говорим, что мы все души и относимся к пограничной энергии, хладини-шактой называется. И в чем же наша пограничность? Мы сами выбираем, под какое влияние попадать. И за этот выбор несем ответственность. Ари Кришна. Дорогой Господь, все обитатели этого мира находятся во власти гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Каждый, начиная с великого Господа Брама и кончая крошечным муравьем, действует под влиянием этих гун. Так Твоя энергия воздействует на всех обитателей материального мира. Дело, которому они себя посвящают, место, где они трудятся, время и причины их деятельности, то, что они считают высшей целью, жизнь, а также путь к этой цели, суть не что иное, как проявление Твоей энергии. А поскольку энергии не отличны от Его источника, то это проявление Тебя самого. И так есть цели, какие? Материальные и духовные. Но и то, и другое связано с Кришной. Просто одни получают через эту энергию что? Ну что получают? Страдания и разочарования. А другие что? Сат-Чит-Ананду. Вечность, знания и блаженство. И вот поверить в это наша задача. Вы верите, что если вы руководствуетесь ложным эго, то одни страдания и разочарования? Да нет, не верите. Потому что вы так служите. Я вот в воскресенье давал лекцию. Едва ли одного можно назвать знатоком. Потому что тот, кто в это верит, а вера основана на знании. Разве уж он может чем-то другим заниматься? Он что, сам себе враг что ли? А? Так вот и посмотрите на все. На себя и на всех окружающих. Поэтому он говорит, великие мудрецы, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что нет никого, кроме верховной божественной личности. И они с решимостью безраздельно, целиком посвящают себя предному служению мне. Говорит Кришне Арджуни. Ну что они поняли? Они что себе, враги что ли? Всякой ерундой маятся. Потому что вся эта ерунда приведет только к их страданиям. А вы говорите, да мы знаем, мы понимаем. А что ж не делаете? О! Тогда возникает следующий аспект. Как будто бы какая-то сила извне все равно меня толкает на вот так не делать. И Кришна говорит, ну так тогда надо принять процесс какой? Вайтхи, садана, бхакти. Все так просто. Это уменьшает, это занимает вожделение. А когда вожделение не занято, что это означает? Либо его сдерживаешь, либо наслаждаешь. Все это проявление опять ложного эго. Что же нужно сделать? Нужно свое вожделение занять в служении. Только тогда оно. Паринама. Шакти, паринама, вада. Какое шакти трансформируется в какое? Школа-то, вада, школа. Паринама, трансформация. Шакти энергия. Какая, значит, энергия в какую трансформируется? Превращая вожделение в любовь. Вот такая книжка есть. Вот это называется школа. Наша школа, Брахма-Сампрадая, называется Шакти, Паринама, Вада. Это школа шести госвами. И они были великими министрами. У них была куча золота. У них было то, и все это они трансформировали. Потому что они не были. Такими великими, как мы. Я поеду, мини-мама, я пойду. Это под влиянием чего? Я все понимаю. Это называется похотливые бредни. И поэтому, когда мы на Даршину... Я всегда много лет сидел, и я слушал, и потом анализировал, и про Парупада говорил. Аналитический склад ума нужно иметь. Предный должен иметь аналитическую систему. То есть он должен постоянно анализировать. Анализирует. Это называется Смараном. Кришна Смараном. Он анализирует с позиции сознания Кришны все, что с ним происходит. И видит, о-о-о, мне ли тут еще, мне ли тут вот так, о-о-о, это у меня еще тут, о-о-о, мне ли на ту должность лезть, я такой там наделаю, что родная мама не узнает. И он начинает контролировать. Это называется контроль чувств. Зачем? У меня еще такие проблемы, зачем я буду так себя? Вот у меня тут так, так. Мы-то так, под влиянием ложного века, о-о, у меня такие проблемы, зачем я буду принимать инициацию? А под влиянием знания человек говорит, о-о, у меня столько проблем, мне нужно принять инициацию. О-о-о, у меня столько проблем, я должен слушаться. О-о-о, у меня столько проблем, я должен стремиться так действовать. Это знание. Он глазами знания рассматривает, а не глазами ложного эго. Потому что и ложное эго видит недостатки, и знание видит недостатки. Но знание побуждает избавиться от недостатков. А ложное эго что? А вот я такой! Я естественный. Да, вот когда вы только от кого-то слышите, что он такой естественный, сразу знайте, это ложняк. Потому что в знании человека, он говорит, о, я такой засранец, мне ли этому не следовать? Мне ли не ходить в храм? Мне ли там что-то спать до обеда? Мне ли там что-то где-то? Он так думает. И он просит у кого-то, пожалуйста, займите меня, следите за мной, что я там делаю. Потому что сам-то я, у меня кроме анализов кала, мочи и там ничего нету, а другие анализы я даже не умею сдавать. И не умею даже их анализировать. Пожалуйста, проанализируйте все мои действия. Помогите мне. Я не хочу страдать в этом мире. И пропадает, говорит, первая стадия разума. Я не хочу страдать. А отчего страдать? Рождение, старость, болезнь и что? И смерть. Это зло. Я не хочу себе зла. Сам себе не хочу зла. Не хочу своим родным и близким зла. Как же я могу себя считать добрым человеком, если я даже не знаю, что есть добро, а что есть зло? И я учу их тому, что их не избавит от рождения, старости, болезни и смерти. Значит, кто я своим близким? Враг. А я себя считаю кем? Благодетелем. И думаю, что все, кто меня тоже на этом обучают, как рождаться, стареть, болеть и умирать, мои друзья. А на самом деле они кто? Враги. А под влиянием иллюзии и ложного эго происходит, что те, кто нам именно вот это. Наши кто? Друзья. А вот те, кто нам этого... Кто? Враги. Все. Поэтому Христа что сделали? Распяли. Враг. Уж сколько было всяких, но он был номер один. Враг. А другой просто руки умыл. Понимал, что он вроде как бы нормальный, но... Он был политиком и дипломатом. Потому что очень много хотелось тоже ему. Страхи и выгода. Он понимал, но вожделение было столько, что действовать не мог. А другие исключительно из ложника из-за вожделения действовали. В невежестве полном. Все. А вы говорите расика бхакти. Вилы Кришны. Вилы Шивы. И думать, вот тот такой, этот такой. Искать недостатки. Один раз в силу правопада сказал ученикам. Расскажите друг другу о его ложном эго. Не о своем, а о его. И они все перессорились. На следующее утро пришел и ссорились все такие. Он говорит, понятно. Он говорит, вот это и есть продукты ложного эго. Что когда нам указывают на ложное эго, у нас что возникает? Да. Все. И он говорит, поэтому мудрые не беспокоят, не вешат. Потому что если вы будете им рассказывать о ложном эго, вас ждет впереди что? Счастье. И будет вам счастье. Поэтому говорится, о ложном эго начинают говорить только тому, кто его что? Увидел. Поэтому Господь Чайтанин сказал, ругают только продвинутых. Дурачка нельзя ругать. И надо хвалить. И поэтому нельзя невеждам рассказывать об их, что? Ложном эго, о их недостатках. Иначе у них что? Только яду прибавится больше. Или что? Они реальные кто? Либо змеи, либо... Тут же воткнут вам. Вы дали им рождение, они вас воткнули. Вы им даете добрый совет, а они вас... У них только яду. Они говорят, мы потомки яду. Сразу куча проблем будет. Вот поэтому и говорится, что не сразу так легко избавиться от этого, что когда вам указывают на ложное эго, благо из этого извлечь. Обычно мы извлекаем, что... Какие мысли появляются, когда нам говорят о наших недостатках? Нет. Мы узнаем о том тут же, что он еще хуже. Тот, кто нам говорит, тут же первое проявление ложного эго, правопада, говорит. Мы тут же думаем, кто бы говорил! Это первое, что рождается. Кто бы говорил! А когда нам говорит кто-то, мы говорим, второе правопада говорит. Ну, я же не могу еще сразу. И то, и другое проявление чего? Ложного эго. То есть, полный отказ, который выражается. Кто бы говорил, и я же еще не чисто прядный. Вот такие мысли в уме проявление ложного эго. Подрезающий. А вы говорите, расика бакти. Пожалуйста, есть вопросы? Не есть такие сказатели? Да, учиться возвышенно действовать. Учиться. Иногда это получается, иногда не сразу. Но то, что человек отказывается от исполнения вот этих обязанностей, это все. Это падение. Отказ от исполнения долга, это и есть падение. Мы-то говорим, вот падший. Нет. Многие люди нарушают какие-то принципы, но они не отказываются от исполнения долга. А многие люди следуют принципам. Ну что, не выполняют долга из-за страха перед физическими неудобствами или выполняют его как что? Как обременение. Кришна четко это указывает. Поэтому Матхиама, говорится, он начинает различать эти вещи. И где? Внутри себя. Когда он как обременение что-то делает, а когда просто из страха перед физическими неудобствами отказывается. Я почему вам говорю? Ну давайте, собирайтесь в Монголию на полгода. Из-за чего? Конечно. А если даже и поедут, то толку с них не будет. Почему? Как обременение не будет результата хорошего. Поэтому их и не бросят. Нафиг нужно таких бросить? Все у них вечно. Ой, да я-то там болею, я там то, я все. А что, как вы болеете? Как вы так болеете, что ни один врач не может увидеть, что вы больны? Людям инвалидность дают на всю жизнь. Вот как они болеют. На всю жизнь. Они нигде не кричат, что я болею. Думают, как раз скоро сдохну, надо что-то хоть сделать. Так ведь, да? Сколько можно возле этих жен сидеть, детей возле каких-то. Надо что-то сделать. Настоящее. Тем более, если я болею, скоро дуба врежу, и так ничего я не сделаю. Я что, решила вылечиться, что ли? Это же надо такой ум иметь, что он так скажет. Вылечишься, вылечишься. Сейчас еще поднотучишься и вылечишься. Вот почему Кришна сказал Арджуни. Великие мудрецы, пройдя через все это, пришли к выводу. И поэтому они безраздельно, целиком, полностью посвящают себя. Как же так? Я болею, у меня столько всего. Я же скоро врежу дубца, так и ничего я не сделал. По большому-то счету. Поэтому, стоит ли мне на все это тратить время? И он бух-бух. И погружается. А там погружают его как? Режим еды, сна, отдыха, работы. Все. Все, вперед. Садхана. Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам. Слушай, 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 слушай. Давай, давай, слушай, слушай, обсуждай, обсуждай. Действуй, действуй, действуй. Обучай, 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 обучай. Все. Мгновенный процесс сразу включается. И не поступай низко. Поступил низко, извинись. Поступил возвышенно, не гордись. И давай, давай. И кто-то все время со стороны. Не гордись, не поступай низко. Не гордись, не скорби. Не гордись, не скорби. А что делать-то тогда? Продолжай исполнять свой долг. Ибо ты мой дорогой друг. Ну ничего, вообще-то не ваша дружба. Мне этого не надо, вот я понял, а мне ничего не надо. Ой, да елкин, дрын, да что такое? Нету абсолютно понимания. Под влиянием ложного эго. Нету понимания. Столько вожделения. Как понимание там будет какое-то? О чем вам говорят? Язык всякую чушь начинает нести. Потом такой неприятный осадок в сердце, что чушь наговорил или наговорила. А ну что, я чистый предный, что ли? Вот и все. В итоге, даже узнав, что ты... Кака? Ложняк тут же говорит, ну и что? А что я? Что, не кака, что ли? Вот так вот. И все, и в итоге все остается на том же прежнем месте. Вот как действует ум. И все это где? Умея. Чанчала. Дядя Чанчала. Гуру Махараш Чанчала. А там он так, как интернет. Он там набрал то, чего не надо вообще. Ищешь одно, выскакивает другое все время. Ты там, раз тебе, раз тебе и все время. Раз, покупайте батареи. Раз тебе вот, женщины лучшие, женщины востока. Ты совсем другое в нем мышечешь. Раз, и убрать не можешь даже. Вот видели, да, как иногда вот эти... Навязываются эти все штуки. Ты там такой, да, тька, она... Ты туда за нее, там, видишь, что что-то там появляется. А это убрать не можешь. Вот ум такой вот он, как интернет. Не соединяет и все. Поэтому людей так, какой-то авторитетный, он видит, что человек-то, он говорит, да мне ли я же такой. Что в чем смирение-то человека? Что он поле вспахивает. Курукшетру этого. Тхармакшетре, Курукшетре. Почему? Что сделал Курукшетре? Вспахал поле. Он забыл о детях, о семье, о жене, о чем-то угодно. Он забыл о своем здоровье. Он подумал, жизнь дана, чтобы что-то сделать. А я царь, я должен принести благо всем живым существам. Не только друзьям, а всем. И почему он говорит, род Курукшетре? Потому что Курукшетре, родоначальник, он родился и подумал, я родился только для одной цели, чтобы принести благо всем. И он пошел пахать это поле, которое никто не мог. Не мог отказаться человек от чего-то, чтобы пахать это поле. Не мог из-за привязанности, из-за ложного эго, из-за вожделения. А он отбросил эту апатию всю и начал пахать это поле. Такой порядочный человек. Такой возвышенный. Поэтому Курукшетре, говорится, когда человек посещает Курукшетру, он должен задуматься об этом. А принес ли я благо другим живым существам? А само живое существо называется джива. И говорится, царь Куру узнал, что истинное благо для людей будет только что знание. И поэтому это поле он стал пахать. Что тот, говорили, кто спашет это поле, все живые суда получат духовное благо. В том объеме, в котором они способны это постигнуть. И царь Куру, он спровоцировал это. И поэтому Кришна Арджуну притянул на какое поле? Опять на Курукшетру. И он говорит, Куру. Потом он говорит о Бхарате. Что царь Бхарата это все оставил. О чем он беспокоился? Он говорит, о потомок Бхараты. А что у него было у Бхараты? Он заботился о женщинах, о детях. Когда тут встал, он говорит, ты что потомок Бхараты? Бхарата это оставил? Ты же как же забыл, кто ты в родословной. Есть вопросы? Вы помните, Парупада сказал такую фразу? Порядочному человеку в материальном мире делать. Вот мы с вами говорили о порядочности или непорядочности. Не об интеллекте, а о порядочности. И он говорил, порядочный человек мирской деятельностью не будет заниматься. Потому что это все предназначено для непорядочных людей. И он говорит, потому что весь этот мир с его ценностями для непорядочных людей. Потому что и тот, кто решил стать порядочным, он увидит, что здесь делать что? Вот это все деятельности бессмысленны. Это все предназначено для завистливых, похотливых и так далее. Глупых, эгоистичных и не больше. Таким образом, насколько у нас бывает человек хочет стать порядочным. Но это дело лишь тогда процесса. Пусть у него куча вожделения, но он хочет стать порядочным. А если процесс, который избавляет, и пропадав во второй песне Шримад Бхагава, он говорит, процесс Вайтхисадана Бхакти, то есть преданного служения, по сути предназначен для паринамы. Вожделение превратить в Бхакти, да? Каму в Бхакти. Тогда у нас разве нет процесса? А как вы думаете, почему великие мудрецы полностью погрузились в процесс? Вот Кришна говорит, они безраздельно, без остатку, полностью, целиком посвящают себя. То есть на другое ни на что не реагируют. Почему? Они не хотят, чтобы это все тогда. Потому что они увидели, что так можно служить сколько? И поэтому они устремляются к чистому предному служению, хотят стать чистыми предными. Почему? Потому что они уже были предными и сакамы, и они поняли, что все эти полубоги падают. И они говорят, нафиг нам такое, не хотим мы какой-нибудь сакамы, нишкамы. Мы хотим, что? Прямо Бхакти, да. И они, говорится, привлекаются чистым предным служением. Потому что, когда человек получает знания, чистое предное служение для него становится привлекательным. Потому что он видит, что вся эта нечистота в предном служении создает только проблемы кому? Мне. Мне? А кто же сам себе враг? Так вот, под влиянием вожделения мы совершаем неправильные действия. И Арджуна, он сказал, грех. Он сказал, я совершаю грех, как будто бы какая-то сила извне. А Кришна ему сказал, это твое собственное вожделение. И он сказал, но при определенном процессе от него можно избавиться. Какого процесса? Конечно. Предность. И он начинает рассказывать о предном служении. Не думая ни о победе, ни о победе, Кришна говорит, тот, кто равноустойчив в победе и в поражении, кого не приводит в беспокойство, слава и хула, очень дорог мне. И Пропада описывает. Это означает, что он не руководствуется ложным эго. Избавился от ложного эго. Взять то, что хочет ему дать. Говорится, совершенный гуру, это тот, кто кроме как бхакти, ничего больше не хочет дать. А совершенный ученик, это тот, кроме бхакти, ничего другого получить не хочет. Вот тебе положение совершенного учителя и совершенного ученика. Значит, кто самый лучший ученик, кто хочет получить бхакти? А кто самый лучший гуру, кто кроме бхакти, чтобы его дать, больше ни о чем не мечтает? Он не мечтает что-то взять от ученика. Он мечтает дать ему бхакти. А ученик от гуру не хочет никаких благословлений по карме, по семье, почему? Он хочет бхакти. Пропада в Бхагавадгите это говорит. Таково положение совершенного учителя и совершенного ученика. И поэтому Вамши Даса Бабаджи и Гаурки Шора Даса Бабаджи, он говорил об этом, они говорили, что в то время Сампрадая почти была разрушена. Сахаджиеви это такими духовными учителями, которые хотели славы, почести и того сего. То есть они внешние были учителями, а внутренние нет. Внутренние, то есть кроме как дать бхакти, они еще хотели взять кое-что от учеников для своих чувств. То есть вот это пратиштха, пуджа, хотели, чтобы им поклонялись, чтобы их вот так. Как в итоге это превратилось в кастеизм, как браманы, которые стали себя вести таким образом только для того, чтобы их содержали. То есть стали профессиональными аскетами. То есть аскезы, чистота, милосердие приносят что? Деньги. А за деньги можно содержать себя и семью. И поэтому они всему следовали, потому что за это их содержали. Поэтому это называется каста, кастеизм. Потому что если я не буду этому следовать, меня никто не будет поддерживать. Я не смогу поддерживать семью, детей, жен или что-то еще. И они начинают. Вот как этот браман и сапожник-то. Сапожник, когда спросили-то, он же так и сказал, что я всем этим занимаюсь, потому что я больше ничего не могу делать, а это у меня получается. И я могу благодаря этому, что? Содержать себя и семью. Поэтому я всему следую. Да, браман так сказал. Я поэтому всему следую. Есть же эта история, когда, кто это, Гоб Кумар, да, он там, браманов прославлял. А они сказали, да ты что? Мы так себя содержим. Потому что мы вот такие люди, что если мы вот это все соблюдаем, мы обладаем знанием, да, все им ставим. А это нас кормит и наши семьи. Поэтому мы все такие. Почему ты решил, что мы в славе находимся? Мы ничтожные негодяи. Потому что мы все это следуем и используем, потому что мы профессионалы. То есть они могли всему следовать по-настоящему, внешне. Не пили там, не то, не сокуплялись. Ну, все следовали внешне. Но мотивация была какая? Содержать себя и свою семью. Поэтому Прупада сказал, они дадут куда более лучшую лекцию и споют такой киртон, которого вы никогда в жизни не слышали. Прупада прямо объясняет это в науке самосознания. Что вы таких лекций никогда не услышите. Нигде. И они будут прекрасны. Как они вас удовлетворят. И они споют такие киртоны, что вы все остальные померкнут вообще сразу. Таким образом они идут на поводу у толпы. В угоду публике. Прупада говорил. В угоду публике они читают лекции и поют киртоны. А когда публика угождена, она жертвует им. И тогда они могут содержать. Потому что если вам такую лекцию дадут, вам никто ничего не пожертвует. Представляете, если вы там чье-то ложное разгромите. И первое, что у них родилось. Что? Кто ты? Великие. Они думают, кто он такой? А такие, которые там, они сразу раздохновились. Столько лет мы с победой. Этой лекцией он нас убил. Что-то хоть-хоть делать хотелось. Теперь вообще ничего не охота. Здесь никто ничего не ценит. Здесь не любит детей. А эти, которые были великие, вы задели? А они... Кто ты такой? А-а-а! Да мы знаешь, что знаем про него. Да ты спроси, Ванька вот рассказывал. Галька, Петька, Федька рассказывал. Кто бы говорил нам? Конечно, может быть и правильно, но кто бы говорил? Кто он такой? Что мы, чистые и бредные что ли мы? Вот ложное эго так действует. Поэтому мудрые, говорится, не беспокоят, не веждают. Мы-то думаем, что невеждают, это те, которые вскоре впадают. И вот эти-то тоже такие же, которые великие-то. Вот они и есть невежды, потому что они руководствуются чем сразу? Ложное эго, и они не контролируют его. А мудрецы кто это такие? Конечно, они слушают и думают, как здорово. Факт у меня такой, если бы этот человек не сказал, меня задело. И как здорово. Раз задело, значит задело что? Ложное эго. Ой, я от него не избавился. Оно и мешает мне быть счастливым. И он думает, ну хорошо, что этот человек приехал. А то мы уже тут все. Все, у нас уже все хорошо. Кармы нет, ложного нет. Все, мы уже. Неправильные лекции. Вот нам не нравится, просад. А мудрый человек, он благодарность испытывает. Как здорово. Он говорит, дайте, дайте, я хочу переписать эти лекции, потому что они рубят то, чего, мне кажется, у меня нет. Но что-то они так его рубят, того, кого нет у меня. Что прямо... Кто он такой, рубить того, кто у меня нет? Как он посмел вообще замахнуться на то, чего у меня нет? Но когда у вас нету, вы в славе и в бесчестии что? Нормальный. А когда у вас есть, в славе вы. А когда... Здесь нету места нормальным людям. Здесь никто никого не любит. Как жестоко и несправедливо. Да. Вот это ложное. И оно и мешает нам. Не пускает. Господь Шилу охраняет все это. Он говорит, нет, стоять. Стоять. Ты что? Великий. А ты кто? Самый падший. Давайте. Собрались, взялись за ручки и обратно. Взялись за ручки и обратно. Go home, блин. Вот вам колесо замзары. Два друга, так сказать, метели в юго. Харе Кришна. Шриман Бхагаватан Ки Джай, Шива Пропада Ки Джай, Чи Шинитай Гуранга. Ки Джай, Гоуру Приманда Хариба. Спасибо. Продолжение следует...